здравствуйте дорогие друзья с вами передача фокус на человека в семье появился ребенок с этого момента его поведение его вид будут постоянно меняться воспитание это минное поле и нет ни одного человека который бы хотя бы раз на мину не наступил воспитывая ребенка но мы же понимаем что минное поле существует только тогда когда нам трудно с детьми когда нам с детьми хорошо все складывается замечательно а вот когда трудно как раз и возникают вот те самые условные мины и возникают они именно в кризисный период вот об этих кризисных периодах ребенка мы сегодня и будем говорить с нашим гостем доктор психологических наук профессор кафедры общей психологии института психологии и образования казанского федерального университета наиля рустама нас алихова здравствуйте наиля рустам день добрый наталья спасибо что пригласили я тоже рада что вы согласились нашли время и мы наконец-то с вами встретились и так мы сегодня говорим о ну в общем-то о детях да вот с точки зрения кризисов и и о том что это такое я очень рассчитываю что вы но в каком-то смысле туман вот в этой для меня по крайней мере области немножко развеете и сможете помочь вот понять и самое главное что с этим делать не только мне тем людям которые сегодня смотрят передачу и так мы остановились когда я говорила на начале передачи о том что на том что есть некие минные поля до условно говоря не бы хотелось все таки задать другой контекст даже для самого слова кризис не обязательно в психологии вот если мы будем говорить о развитии то мы наверное все понимаем что развитие это то что мы приветствуем то что мы желаем для себя для общества для все для вселенной то мы понимаем что это неизбежный процесс и если это остановится но собственно говоря остановка развития это смерть вот без всяких минных полей до просто вот поэтому жизнь это развитие и в этом развитии много разных процессов они развиваются не всегда равномерно да они развиваются иногда как бы расползаясь в темпе времени и соответственно какие-то элементы системы развиваются быстрее какие-то а запаздывают но и в любом случае даже если все развиваются они меняются поэтому то как установились связи отношения через какое-то время не может оставаться таким же постоянным вот эти связки должны меняться но связки это структура это более жесткая вещь чем элементы и дальше мы попадаем но по гегелю в ситуацию того что нарастают противоречия одного элемента с другим до одних отношений с другими это ну скажем неотъемлемая часть развития там не только радости там есть трудные ситуации бывать сложно но и строго говоря если все хорошо все спокойно все всегда ожидаемо радостно то есть большой вопрос развиваетесь ли в этот вы в этот момент вот эти по вас противоречия обостряются и становится понятно что так дальше невозможно что система не будет не развиваться не жить да и вот эти моменты мы называем кризисы решение в кризисе находится если мы перейдем переведем концепцию гегеля конкретно на семью в которой появился ребенок и будем говорить о том что развитие происходит внутри системы то там действительно то о чем вы говорите есть положительные моменты не требующие никакого напряжения когда ребенок заговорил и родители хлопают хлопают в ладоши потому что он заговорил когда он пошел то что бывает как правда раньше да либо ползать начал то есть какие-то видят позитивные элементы развития которые повторю не вне не вызывают родители никакого чувства напряжения противоречий тогда но так бывает будет не всегда в какой-то момент вот эта система элемент системы ребенок да он дойдет до какого-то до какой-то границы после которой чтобы перейти на новый этап ему нужно будет пройти вместе с родителями вот этот кризис мы не мы не осведомлены на самом деле на этот счет большинство людей совсем давайте вот выгоди вот ребенок родился он начал ползать давайте начнем с самого большого кризиса и кризиса жизни и кризиса семейного само появление ребенка да это очень сильное изменение системы вот только двое наладили жизнь научились жить вдвоем и ждут ребенка него на самом деле ждут они готовятся но когда он появляется он все меняет и приходится все менять в том числе отношения друг с другом не все выдерживают это непростой момент но так или иначе этот кризис к нему более менее все понимают что это сложно тут бросаются родственники на помощь да как-то всем миром вытягивают эту ситуацию вот а потом да действительно все хорошо ребенок в хорошем случае если все в порядке с организмом с его развитием вовремя начинает садиться говорить радует да это огромное море на самом деле совершенно детской непосредственной радости на каждом шаге просто от жизни то мы заново учимся простым простым вещам радоваться и в какой-то момент вот все способности ребенка все что он накапливает постепенно да вырастает в какие-то новые его структуры структуры личности психики даже организма которые делают его другим и другим в том смысле что прежние способы взаимодействия с ним его ну не радует как минимум иногда могут расстраивать и даже фрустрировать и взрослые могут вообще не догадываться ну например вот мы дошли к кризису одного года да иногда родители в это время могут напугать отчаянные такие приступы плача такой знаете плач который по интенсивности по какой-то вот свои по своему развитию заряженность он такой заряжен и он как бы идет какой-то кульминации непонятно здесь что не дай что не скажи бесполезно фактически это такая как по типу истерической дуги развивается реакция фрустрации ребенка и мы не понимаем что произошло там же для нас ничего не произошло мы много раз показывал нам пальчиком дать мне это мы ему давали не ту да но он или брал то что мы дали ли отшвыривал и опять показывал пальчиком и опять давали у него осознание своих желаний она устойчивым становится просто он вот этот образ того что надо держит он как младенец вот знаете вот вот туда ой нет туда его смотри вот там птичка полетела она птичка он про то забыл а здесь помнит и он точно знает что ему надо это а мы даем вот это и да а мы не понимаем он сказать то не может куда-то пальчиком показывает что он имеет ввиду может рисунок на обоих его невозможно ему дать вот мы не понимаем их через какое-то время он просто входят такую фрустрацию отчаяния которые он сам не управляет реакции которые невозможно прекратить ни самому ребенку не взрослым а их надо прожить и которые свойственны для нормальной детской психики нормальная детская психика просто на самом деле это отчаяние слушайте когда мы приходим в отчаяние мы тоже не всегда можем собой управлять а здесь этот маленький ребенок по совершенно для нас ничтожному поводу вот ему хотелось это ту чашечку а мы дали другую и он так и не хотел сказать не может сам достать не может и вот такое противоречие устойчивые желания уже появились это же хорошо что они появились и через пару-тройку наших попыток он может вот среагировать вот так он этим не управляет но некоторые детки еще больше пугают потому что если вот ну ситуация такая он стоит тянется к чему-то показывает мы дали нету он на там через три-четыре попытки от отчаяния может лечь на пол биться головой руками ногами ну потому что это на самом деле непереносимое для него разочарование и это один из признаков кризиса да ну кризис одного года он достаточно легкий в том смысле что родители постепенно начинают как-то научаются понимать его желание там за эти как не то что желание ты уже приходится подтягиваться самому ребенку он начинает бурно осваивать средства что помните которых нет с помощью которых а он может сам достать открутить выкрутить там да что-нибудь сделать чтобы она меня не поняли я тогда сам да потому что приходится да уже как это открывается как это закрывается а во-вторых да действительно он начинает прислушиваться более внимательным к речи потому что до этого тоже целый год он жил и говорили до слов было много текстов но он не прислушивался к тому как это говорить а сейчас он начинает ушки открываются да потому что ну надо объяснить вот есть же такое средство то речь вот чтобы сказать не та чашечка вот эта красненькая золотым ободком ну слов то этих нет вот и начинается вот такой огромный период бурного освоения речи но пинате вот именно в этом противоречии появляется вот это вот мотивация этот сдвиг ребенка овладевать несомненно родители тоже постепенно меньше пугаются таких реакций они постепенно проходят вот к слову о родителях в чем заключается помощь родить как они в этой ситуации могут помочь себе ребенку вот допустим годовалый первый кризис что данном случае с годовалым здесь просто он и не такой проблемный единственное здесь действительно когда очень яркие такие фрустрации до родители могут немножечко испугаться сами напрячься что происходит да надо просто реконструировать эту ситуацию понять да что произошло вот но задним умом абсолютно задним умом потому что мы не всегда заранее скажем что в какой момент фрустрирует потому что ну не не всегда мы понимаем что до ребенку надо вот ну я со своей дочкой мы возвращаемся с улицы зима устали замерзли я ее несу да заношу в квартиру вот и оказалось когда мы стали снимать шубку там да и все она поняла что все прогулка кончилась а мы остановились на нее на самом интересном месте мы начали что-то вырезать из сугробика какие-то фигурки но мы по вырезали мне надоело то мы устали пообедать я это знаю я в курсе а она вдруг уже дома подняла что ну все вот все сугробика не будет и тут такое началось вот с этим полом с этим отчаянием то есть это не то что мы просто знал нормальное спокойное отношение то начало что этого пугаться но пожалеть ребеночка понимать что ты не остановишь эту реакцию что вы переживете это вместе с отрицей слезки отвлечетесь на что-то тебе здесь про очень важный момент говорите вот прям не хочется специально на нем заострить внимание если мама или папа не понимает что происходит с ребенком но видят что ему плохо что ему прям вот это отчаяние плачем поведением он демонстрирует но ты не знаешь что с ним происходит мы все же мы всегда точно можем дать в этот момент ему любовь и вот это вот до сопереживание со чувстве сопереживания согреть приезжать к себе хотя бы правильно да вы знаете в какой-то момент но есть момент когда не надо прижимать вот он лежит на палубе головой вы если начнете прижимать он же сопротивляться будет у него еще вот это отчаяние кипит этой реакции надо дать возможность пройти а потом обниматься и жалеть он же будет уже истощен этим таким довольно сильным переживанием то такой потом поддержать в том чтобы дать ребенку пророжить эту реакцию тоже много любви потому что по автомату хочется ну хочется тут же кинуться на помощь либо на помощь либо рот закрой либо там ну вот какие-то подавляющие вы правы родители сами пугаются напрягаются и начинают делать ну ладно утешает да еще а некоторые начинают ругаться что вот ну причем от от собственного как повод непонимания беспомощности напряжение в этом смысле конечно такое спокойное дыхание родителей такой рядом с ребенком ребенка это спокойный мир стабильный то есть первый кризис вот этот годовалый но сам кризис рождения понятно вот он связан с тем что ребенок начинает в первые впервые в жизни осознавать какие-то свои желания они становятся устойчивы они устойчивы и они могут быть но не выполнены они очень и они очень сильные но это способ ему вот его данности в сознании желания и разочарования поэтому они проходят постепенненько и в этом смысле этот кризис не вызывает такого большого количества обращения к психологам в том числе да вот этот второй кризис трех четырех трех плюс минус у него что с чем связан этот кризис какие новообразования что появляются да это один из самых таких значимых кризисов вот его родители замечают действительно как что-то психологическое это столкновение так личности и действительно если вот мы посмотрим и от кризиса одного года идем да вот ребенок не умел сам объяснить и не умел достать можешь понимать что трехлетний ли ребенок уже очень неплохо все что надо достанет и все что не надо открыть я бы не просто понимаю я вспоминаю да он он как раз вот эту линию развития ту мотивацию да он или использовал он весь мир вот вокруг дом детская песочница да он там уже все что надо ему до открутит достанет и сделает и он научился говорить в три года это говорящий ребенок у него есть речь не некоторые отдельные слова или непонятная вот это автономная речь как ее назвали тоже до в науке это нормальная такая грамматически чаще всего быстро на речь предложениях которые помогают ему выражать не только желание но уже разговаривать о том что за пределами ситуации находится и представляете да вот вы говорите как точно так же как они вот 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 там где вы живете вы все можете сделать достать себя обеспечить кушать да сами налить попить они все еще вам билят чуть посмотри поставь так давай помойся и спать мотивы шуме справедливости на свете вы же уже больше как это я большую большой я большую а они тут вот а на самом деле основная здесь линия развития и что появляется абсолютно нового ну кроме речи и вот этой возможности достигать цели есть более такая крупная структура и она появляется именно благодаря и первому и второму я деятель который в этом мире может ставить цели и достигать свои цели которые я хочу до достичь вот и у меня появляется вот это ощущение она постепенно так конденсируется кумулируется кристаллизуется того что я субъект своих действий то что субъектностью называется в отечественной психологии может быть в какой-то степени самость в некоторых зарубежных вот это ядышко жизнь от себя то ребенок всегда так жил но сейчас это у него появляется как его личное вот это ощущение я ядра себя как источника своих намерений действий и эти намерения действительно возникают мы собрался башню делать вот он кубик поставил этот другой а ему говорят помойся спать слушать у него вообще-то замысел да он хочет до конца дженерной идеи можно мама не в курсе да там она же не поинтересовалась что делаешь когда это завершится да она на часы посмотрела да по это у него я не был то он жил в каком-то таком коконе психологическом никого мы это это я она интересная такое да в том смысле что и мы очень интересно потому что казалось бы что у мамы всегда я была но если мы приходим к врачу мама приходит к врачу да с ребенком давал им полу так давал им давать ну что как вы себя чувствуете и мама что говорит у нас животик полью кого же умер от у кого животик полью кто температур да вот это вот ощущение мая нас не только на полюсе ребенка это общее какое-то такое психологическое мы в котором я обсказываю это такой вот инкубатор для я ребенка который внутри этого постепенно будет появляться произрастать три года ну плюс минус 34 говорят на самом деле это может быть и два из половины и три с половиной 10 мк все-таки развитие индивидуальное разных людей по-разному у детей тоже вот но где-то в районе и только ребенок вот это я начинает обнаруживает и за счет этого слова я она вытаскивает вот это ощущение себя свет сознания него это я появляется он может это назвать и тогда кстати очень сильно вот это моё да которая связана детей моя игрушка там вот они они же не жадные просто это я но вот должно себя как-то пометить на чем-то себя заземлить да потому что то есть когда это я появилась это вот только-только поклюнулась а то же еще слабенько ну такое семьяная она сама себя не знающие уже чувствующе вот когда этому я говорят встал пошел да или или даже мягко да она прямо вот начинает а я их а я хочу башню доставить а я не буду это делать там что вы не договорить то есть это кризис трех лет он такой знаете это реально такое опробирование своего я через то что она вот это того чтобы разрушить кокон надо скорлупу яйца разрушить это мы должны как-то вот для ребенка в первую часть разлететься внутри ребенка поменялось вот это ощущение что теперь у него есть его я то которая что-то тоже претендует решать а для мамы это всего лишь он стал вот это раньше говорил вот это мишенька а сейчас говорит это я на фотографии да или там от я вот это речь поэтому в данном случае все симптомы кризиса трех лет они могут быть иногда для родителей тоже такими вот но упрямиться вот прям вот вот он сказал что вот не будет кушать и не будет почему ситуация такая ему самому хочется но он же сказал и он будет насмерть стоять или а мама сказала и мама сказала иди кушай и я хочу кушать ну потому что она мне сказала мне это становится невозможно делать я взрослым иногда привожу примеры они с радостью все это узнают я на себе понимаете если вы семьей поужинали и сейчас вы ну вот допустим вы девочка подросток с подростками такие истории сплошь и рядом и вы понимаете что взрослые устали мама приготовила папа с работы вы собираетесь собрать посуду пойти мыть и тут мама догоняет помой посуду вот что с желанием помыть посуду который у вас только чтобы обнуляется обнуляется ну ты пойдешь но уже а может и не пойдешь если ты такой подросток такой же там близкие немножечко в чем-то кризисе да негативизм все что кайзо следят не буду потому что не потому что нет не хочется ли хочется потому что они сказали это а мне да а я вот дальше там еще появляется вот это я сам который тоже я сам это сам это сам причем ребенок я сам но сам он все не может иногда бывает до смешного вот он я сам заберусь на эту горку горка ледяна ему хочется скатиться тому соскальзывает это еще пример леонтьева алексей николаевич и вот из тех времен когда не было этих всех пластиковых и железных горок огоньки делать прям снега вот и скатывается папа помоги папа подходит помочь уходи я сам вот это вот борьба я сам сам не справляются но я сам вот это вот я да ну и другой такой последний облигатный признак кризиса частотные которые взрослых тоже иногда так это сдавать его заставляет когда мама впервые свой адрес или папа слышит интересные слова и неважно бякоты или дура или еще какое-то можно еще пахлище услышать пахлище будет зависит от лексики социокультурного контекста сад например дети будут говорить в том теми словами это может трехэтажный мат которыми говорят вот здесь но понимаете психологический смысл и бяки трехэтажной матерной конструкции один и тот же да это вот некоторые такой вот немножечко авторитет мамы родители по сравнению с ребенком вот ребенок трехлеточка насколько там вот любые родители огромные любой самый миниатюрный папа это просто огромный буквально 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 и понимаете и вы туда говорите ты бяга например да вот туда какая смелость это это нужно во знаете как это явится жить жить и начать быть видным окружающим чтобы его заметили что она есть она слабая она себя не знает но она вот вот я да и вот за счет этого бяка это вот мать и вот раньше вот эти родители вот-вот-вот снизу вверх вот туда а тут вот эти бяка нас волну социально-психологически закономерностью не самые лучшие у них другого возвысится сам да это плохой цепь но в данном случае он вот до ребенка он естественно в каком-то смысле это самый простой способ да понятно что он этически никак не регулируется и родители как вот авторитет правильное поведение родителей в этой ситуации какой да вот кризис трех лет в этом смысле в абсолютно правы о правильном поведении родителей потому что это очень непростая история все ждут какого-то поведенческого совета вот делай это не делай то или делает там раз два три да вы понимаете это абсолютно нереально здесь надо понимать что происходит во вторых вот каждый ребенок он какой-то своими особенностями да потому что есть детки которым просто строго посмотришь или холодно и они уже все замерли да и они уже испугались они очень сенситивные чувствительные и вы уже их просто прибили слушайте а и же такие бегемотики так с них как с гуся вода вы и кричите и а для него это не существует но нет поведенческого совета здесь надо четко понимать ровно одну что появившиеся я требует того чтобы его учитывали что она есть поэтому теперь вы не вообще это можно начинать и раньше не ждет ждать трех лет просто другой человек него могут быть свои планы желания да и вы просто а ты играешь ты башенку строишь а что ты сколько тебе еще надо ты знаешь вот уже же пора ложиться мы бы поиграли нам завтра это объяснить вообще мы со взрослыми так поступаем что понятно хоть что хочется еще немножко эти задержаться но планы на завтра давай прикинем с тобой когда вот ты сможешь завершить пойдем умоемся я тебе сказочку на ночь почитаю какую-то книжку хочешь то вот то есть ну как со взрослым ребенка план давай пусть он доделает это дело на плюс минус пять минут ничего не изменит интонация это уважительно партнерская на равных и тогда вот когда с ребенком так поговорили вот это я уважили есть хорошее русское слово уважить да ну кроме этого здесь еще есть риски 2 как бы я сказала линии одинаково не оптимальных первая линия подавлять и дисциплинировать и она сложная в каком смысле что никто не снимается родители обязанности учить ребенка нормам требовать их выполнения да и вообще говоря формировать вот эту структуру регуляции до его поведение вот но у родителей иногда в ответ на появление кризис трех лет они у некоторых не у всех детей могут быть очень громкими вот это я вот просто да на всю катушку себя так заявляет и тогда у родителей возникает такая мысль если всех молодых ногтей на шею и вот это это что такое будет а потом вырастет большой мы там вообще не справимся и начинается такой вот что это надо задавить это надо как бы показать кто в доме хозяин кто-то сильный властный мощный да и здесь линия какие а родителям все удастся они победили вложен кто верит они победили ребенок удобный покладистый послушный то есть он эту конфронтацию не выдержал родители завоют попозже кто в районе 6-7 лет когда в школе будет не очень самостоятельно инфантильный не сможет отстаивать свои права я знакомы с родителями которые завыли в 18-19 лет данном случае победа будет первого да ну родителям будет долго удобно возможно может быть и тех вопросов не возникнет там пола же такое нельзя говорить выстраивать четко линия но понятно какая-то дефицитарность личностные силы такого вот то что сила эрега иногда называется здесь под вопросом здесь есть риски здесь не сто процентов на сумму вот другой выход до ребенок не сдается но такие вот крепенький родитель крепенький ребенок он продолжает настаивать вот это противоречие кризисное которое бы разрешить создать другую систему взаимоотношений до какой-то другой способ общаться другую интонацию такую можно заранее создавать сутру вообще никто не препятствует но здесь особенно подчеркивать вот это вот уважение я вот вот это не удалось кризис это противоречие хронизируется хронизируется становится хроническим как такую вот более конфликтный стиль отношения детско родительских да когда ребенка периодически так додавливают а он сопротивляется дальше уже вопрос знаете все таки психика детская личность детская послабее будет взрослой ребенок может сопротивляться там оказывать вот это вот продолжать упрямство негативизм да ну а эти формы поведения начинают фиксироваться вот хроническая до ситуация и и травматизация потому что кому хорошо жить в конфликте мы же все там напрягаемся нам нет нам там не нравится а здесь постоянно родители вот это напряжение ну и дальше может начать рваться где тонко а где тонко это могут быть а какие-то психические структуры тики норезы грязи не ногтей там ну как компенсация напряжение же надо как снять соматические да вот где начнется вот норез на грани до соматики психики там есть вот так же как критики кстати да это тоже слабость определенных мышц которые вот начинают дергаться там неподходящим во имя не ходишь вместе и это тоже не управляемая вещь но и просто соматические заболевания кожные аллергические соматические на данный есть я не могу сказать что стопоцентно доказательном из гипотеза до что вам каста конкретные нозологии до связывают с этим ну сколько можно жить ребенком напряжением таком конфликта до стащим невротические фиксированные и за большую спектр больших большой спектр уже больших возможностей даже уже имеющихся но скажем результатов искажений в отношениях да да и собственно говоря если вот ну простой фразы вот вы очень хорошо рассказали но как будто бы в этот период когда родители пытаются сделать удобно в ребенка для себя они тем самым его невероятно травмирует это первая серьезная психотравма да в общем то вот мы первая психотравма вот по поводу хронических таких вещей может она не первая ну ну хорошо ну это одна из очень серьезно на серьезно отношения вокруг я как то я может иметь внимание да потому что у нее очень серьезные посредствия именно вот у той травмы которая могла может быть получена ребенком вот в этом возрасте в силу того что родители недостаточно внимательно уважительно ну и так далее то они не они не перестроились внутри себя они не при пристройка внутри себя родители сначала потому что ну привыкаешь вот но лежит он маленький 6 месяцев но взял и пошел понес переодел тут а здесь вникает новый источник планов на мере некоторые не всегда вообще вдоль твоих а иногда перпендикулярно и они мешают твоим и ребенок не вкусе что ты сюда опаздываешь ты должен это успеть ты это да и он вот все поперек поперек у вас начинаются вот этому конфликты и в этом смысле да могут быть такие срывы и такие обращения тоже бывают с этими и и и и потом это начинает истощать сами же родить ну вот андрей максимов об этом писал как ни странно он не является как бы академическим психологом дали психотерапевтом но он публицист и видимо нравится ему эту тему я в его книге прочитала что-то ребенок этот тот же самый человек только маленький и он требует такого же уважения такого же внимания такого же признания как и любой взрослый человек и если мы изначально да вот вы сказали вот к этому комочку сладкому очень трудно так относиться то когда ребенок начал ходить выражать себя говорить и что-то делать мы просто обязаны перестроить как родители свое отношение к ребенку и это мы делаем не для себя а для него для его будущего это для нас это для нас потому что мы строим другие отношения друг с другом и нам будет легче с этим ребенком когда он не будет упрямиться когда он тоже начнут считаться с нами да потому что и это вот понимаете я еще не сказала по другую крайность когда родители сдаются да и начинают потакать попустительство попустительство да ребенок хочет они начитались психологов они вот ребенок очень ну значит у него я мы сейчас под это я под гребем все свои планы графики там до силы ресурсы и так далее ребенок начинает как бы вот понимать что вот все эти взрослые это моторное продолжение его желаний да он только вот показал только сказал и избегали принесли сделали да но у него что и не формируется здесь в этом смысле когда вот я и я да я и ты я и другие между нами есть границ вот это я когда она возникла она кроме того что должно быть сильным и себя почувствовать 1 должно иметь знать где границам где он начинается где заканчивается вы понимаете с границами физическими как-то проще а виртуальный попробуйте построить когда вам три года и и и вы должны вы их почувствует должны то вы вы когда свои границы чувствуете только тогда когда пришли в соприкосновение с неким другим и когда вы вместе куда-то с этим другим двигаетесь и вам одного хочется опять границы не почувствовать вы почувствовать их когда вам хочется разно и и и и когда вот как раз вот эта противоречивая ситуация в этом смысле противоречие кризис трех лет оно строительное оно строит вот это вот да потому что вы знаете если вы не сопротивляетесь вас продавливают у него же границ нет нужно свое я тоже не отстаивает но она выйдет в мир там же все не разбегутся выполнять все его да там начнется другая уже фрустрация поэтому вот это поэтому игрок из трех лет и такая надо пройти между сциллы и хаиды очень серьезная вещь между сциллы и хаиды да с одной стороны ты учишь нормам приучаешь ты должен как бы ребенок должен в этом смысле их выполнять во вторых ты это делаешь такой интонации которые дают ему почувствовать что его я есть и интонационно и уважительно что с ним считаются вот и в третьих у вас все равно будут тёрки тёрки будут потому что ну не могут двух людей равных даже совпадать всегда в планы и все всегда совпадает да вне сон и вот эти моменты противоречия когда буквально вот столкновение а планы родители а а нельзя родители ребенку тоже нужно чтобы он почувствовал что вы я вот здесь закончилась а там началось такое есть и и дальше надо договариваться понятно кто будет учить договариваться сколько заложено в этом вот в этом вот в этом кризисе и умение договариваться начальные навыки и умение ощущать свои границы мы же знаем что если человек не дает нарушать свои границы то он точно так же нарушает и границы других людей а у него да он не понимает что это такое вообще за структура понимать это слово сложно а здесь он просто вот понимаете это вот строительство они должны быть построены они строятся вот в этом столкновении когда требуется уважение да ну вот это вот чувство самоуважения оно тоже здесь начинается у ребенка и гордости за себя вот гордость за я появляется тогда когда я появляется тоже очень такой интересный психолог мухина да со своим ребенком так вот она одна из последовательниц была в этой традиции вот она решила со своим ребенком ну вот не запрещать там не ограничивать вот так там ребенок возопил он это нарушил то нарушил это из мама ну скажи нельзя я не знаю что нельзя понимаете он же начинает проваливаться если он не чувствует вот это я оно требует сопротивления да с тем что вот мы здесь столкнулись и здесь свое я я сама почувствую вот а здесь в кризисе трех лет происходит впервые и вот это вот с целой хаим до чувствительного ребенка вы забьете еще не желая вообще не понимая какого-то вот такого энергичного не очень чувствительного ну сильной дневной системы да с кучей энергии вы там он уже вас и вы кричите а с него как с кучей а вода поэтому в данном случае здесь вот формировать этот конво отношения интонацию вот это вот как мы договариваемся как планируем это да это целая действительно история то есть планируем договариваемся слушаем уважаем понимаем да и и и требуем уважение и требуем уважение тоже но мы же взрослый человек но для этого мы должны их объяснять говорить вот вы знаете я как-то слушала интервью женщины которая вырастила гениального ребенка по-моему он в шахматах какой-то гений был у нее брали интервью он был разносторонне очень ударенным мальчиком и у него спросили у этой мамы спросили как вам удалось что вы сделали такого рецепта скажите у меня нет никакого рецепта я просто очень много разговаривала с своим ребенком и вот здесь подразумевается все да с отношение к нему как к собеседнику человек не желает не жалеет своего времени человек этот маленький ей интересен это всегда чувствуется это уважение считается с ним как с равным но это действительно по сути дела и есть пусть схематичный но такой вот не рецепт а ну я не знаю алгоритм что ли до своего рода но с каждым это должно по-своему да но это же общие шаги которые в принципе любой может оттуда взять что-то для себя подходящие то есть это общие принципы я бы сказала так да а не конкретный поведенческий набор вот сделай это сделай это это нереально потому что у вас будут конфликты у вас будет напряжение это нормально вы будете друг друга иногда фрустрировать потому что ему хочется этого а тебе другого конечно а вот следующие кризисы они такие же глобальные как этот или уже все таки ну не до такой степени заряжены вот таким же является кризис подросткового возраста конечно там уже другой ребенок он не впервые свое я открывает но кое-какие вещи вот это отстаивание границ я да новые симметрия и партнерство отношений с родителями но оно же не такое как в трехлетнем все равно да уже здесь опять надо искать эту интонацию взаимоприемлемую эту степень свободы ответственности и что абсолютно точно вот по-моему у вас где-то мелькнул это же не кризис ребенка это кризис системы отношений да кризис всей системы потому что встреча с новой личностью которая тебе дана и постоянные отношения для вызов для тебя конечно а тут у тебя вот подросток подростка да и он по-другому уже себя осознает другого отношения к себе да и будет он сам не знает еще какого ну вот точно не этого точно не этого и вы вдвоем ищите вот эту формулу ваших отношений все как у всех своя формула любви в общем любви и отношения с супругом отношения со своими родителями которые уже вас отпустили во взрослую жизнь и никто не знает как ваши отношения будут выстроены вы сами не знаете вы тут просто вот немножечко пробами ошибками такими да да но если вот общие принципы прислушиваться уважать и все таки я взросла я сильнее даже этого не вносим и подростка которая сам не знает что хочет вот но ему тоже трудно и вот здесь вот найти эту интонацию вот эту долю свободы которую вы можете позволить себе дать это риск личный риск для родителей они так это и чувствуют поэтому не дают там страшно страшно опять таки столкновение с неизвестным страшно а куда он да а как распорядиться и это вопрос и собственной безопасности вопрос так а так с трехлетками там чаще какие-то простые жизненные вещи да но вопрос да то есть с подростком здесь я пропустила там еще один кризис я вот поскольку с трехлетками с подростками во многом он созвучен вот но с подростком здесь же понимаете у родителей там это не трехлеточка он думает так вы он может из дома не поставишь он же огромный по два метра ростом уже может быть он может быть и не по два метра но просто трехлеточка из отношений уйти сам не может а подросток может остаться дома но уйти из ваших отношений эмигрировать да и он вы ничего не будете знать а я извините все я теперь услышала вашу мысль он маленький не может уйти из отношений именно а старший постарше подростку он из отношений то есть он здесь двояко он может уйти из дома и ну вот так сказать может остаться в отношениях да ну вот ушел вернулся там помирились а может остаться дома но уйти из отношений да и дальше начинаются обращения он ничего не говорит он врет я ничего не знаю да он закрылся закрылся он не доверяет я не знаю чем он живет поэтому по большому счету родители риск дать свободу он получается намного меньший риск чем остаться вообще без контакта с подростком здесь основная вообще-то задача на новых основаниях построить эти отношения с тем чтобы понимаете подросток все равно же слаб в этом мире он один там не сориентируется он все равно найдет да кто будет его тут вести и на кого он обопрется а тот ли это будет человек или люди вот и эти риски серьезнее поэтому родителю остаться тылом надежным опорой зоной безопасности источником знания жизни советов с тем чтобы к нему прибежали когда будет непонятно трудно и невыносимо но это возможно тогда когда ты все-таки дашь этому я решать кучу других вопросов причем как опыт показывает подростки вообще не так намного претендуют вот исследование правда это давние да были но казалось бы такая разница родители подростки все там как а в итоге вопросы одежды досуга там музыки там каких-то так вот так вот а если исследовать такие глобальные мировоззренческие фундаментальные позиции да и ничего нового все то же самое родительское ну вам может свое не нравится это так бывает то есть сам с собой живешь а когда подростки то увидел свое так параллель правило свое и видим так 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 вот его надо выкачивать но у нас собственно говоря здесь подростковом кризисе остаются те же самые принципы о которых мы говорили когда я про трехлетнего я еще подсокиваю здесь другая вещь для взрослого это испытание подростка а кто вы такой как человек в этом мире как вы живете чем живете ну просто к моим ценностям собственно к ценностям к образу жизни да ты меня учишь наводить порядок а у себя чего там на полочке в сумочке ты меня учишь жить а сама как живешь а вообще а зачем жить а у тебя какой смысл жизни о чем ты говоришь а что что тебе дают энергию ух ты какие вопросы это же в глазах подростка вопросы к тебе а ты а ты взрослый а ты знаешь ты же сам иногда я же сейчас эти кризисы так и подробно описываю они те же взрослые они те же взрослые могут быть ну это логика была продолжена на понимании кризиса взрослости но встреча с подростком который смотрит на тебя широко открытыми глазами на тебя не как на авторитет а на а как ему жить лучше вопрос как ему жить он в тебе начинает искать видит господи ну невкусно ты живешь мне так не точно не хочу я так не хочу жить а где эти образцы а где люди которые зажгут во мне этот огонь смысловую да где я могу найти свои пути вот я зажгусь в этом смысле вот эта метафора что подросток ищет пламени да то что ему даст осветит даст энергию он зажжется и пойдет возможно всю жизнь будет потом да вот к этому идти это будет всегда его греть сподвигать он в первую очередь на родителей посмотрит а родителям под этим рентгеном неуловко и не уютно может быть по-разному и в этом смысле если вы строите отношения как партнерские уважительные с этим подростком подростки же они могут быть великолепной опорой к собеседникам они вообще-то родители очень неплохо знают гораздо лучше чем родители потому что у них поиск собственные себя очень острый взгляд в связи с тем что идет активный поиск они все видят все замечают да да и он требовательный потому что им эта пища нужна кто ее даст какая это будет пища это же определить вектор жизненный но голод огромный в этом смысле если родители образцы и он видит что горят что-то интересно живут да мы мы может быть один час в месяц пообщались но это единственное что я потом вспоминаю это иногда вот про отцов про великих даже такие интервью наверное тоже слышали да да мама заботилась там была но отец вот он приходил мы с ним говорили по душам он действительно на равных очень и о своем тоже да да и о твоем это след в этом смысле не всегда это количественные опять вещи это вопрос вот да да я с вами согласна глубины контакта интересы к личности агонечек искрен насколько это личностный контакт потому что в быту по жизни много проходных таких формальных безличностных да а тут подросток ищет встречи с личностью а чья это личность будет да и именно вот как с личностью это пища из которой они себя строят но это не совсем уже про кризис это мы с вами про возраст да который не весь кризис он знаете он весь с кризисом может стать если опять будет хронизация вот этого противоречия но подростковый возраст может протекать очень гладко и вот знаете я бы еще вот что развела наши с вами беседы потому что иногда склеивается склеивается не очень продуктивно вот кризис и конфликт это раз понимаете вот кризис это противоречие всегда которое должно быть разрешено и в результате кризиса построено новое новый способ отношения новые занятия новые виды деятельности новое место кстати да в структурах отношений конфликт это когда мы противоречия не стали решать вот этим уважительно партнерским образом а довели его до конфликта и отнюдь не все кризисы обязательно протекают конфликтно я бы предложила разделить все таки да кризис конфликтогенно рискован его разрешение требует усилий это не штампованные наши стандартные привычные действия и слова и интонации да это ситуация осознать заняться поиском продираться сквозь да не получается вот хотел бы а не получилось да с этим подростком как-то контакт установить вот а конфликт это когда мы противоречия вот уже степень взвели не разрешили зарядили конфликтом или стали непродуктивно пытаться тот кризис решать мы тут можем довести можно не доводить вот это вот важный очень момент когда нельзя что нельзя поставить знак равенства между кризисом то есть если мы кризис от конфликта отделяем легче же становится даже то есть кризис часть развития нелегкая часть вообще тема кризис таких кризисов как каких-то вот болезней роста подростков она же тоже началась кто вообще-то говоря начал заниматься такими вот проблемами жизненными да людей детей в первую очередь да психотерапией да это же не были такие огромные исследования на выборках психологов на всей выборке в первую очередь да психоаналитик психотерапевт к нему здоровые пойдут хвастаться как живут хорошо нет к нему пойдут люди которым нужна помощь соответственно из этого кресла мы видели картину того что происходит когда начались массовые исследования всех то оказалось что огромное количество подростков немалый процент как вообще не замечают у них это гладенько проходит вы знаете не замечают не значит что не происходит это означает скорее всего что противоречия возникли люди нашли формулы их решения и никто ничего не заметил ну так по большому счету речной порог как на горных реках мы застряли на этом мы решили задачи мы прошли мы остались в контакте с ребенком мы ему помогаем ни родители ни дети это не значит что не было в какие-то моменты внутренних напряжений каких-то недовольств вот этих ситуаций как мы съем посуды да там вот расхватилась чего мы из этого не делаем большого такого истории конфликта да мы не застряли вот там еще какие-то наверное природные темпераментные плюс социокультурно усвоенные формы поведения играют роль да почтительность к старшим которая восточная понятно она будет по-другому это нормировать да вот если бешеный темперамент и у нас в семье всегда все как как говорят итальянская такая нормальная да семейная жизнь вот громко с битьем посуды ну это же не значит там там ну это будет громко вот то есть фтилистике этой семьи и так далее но при этом будет часть да когда застряли не разрешили застряли в конфликте потеряли контакт да и вот вот эта вот вся проблематика она к сожалению как это застоялось или загноилась или раздуло флюсом и только это и видим да это часть вот такая бурная история часть индивидуальных различий и дальше я говорю здесь же еще кроме девочек и мальчиков есть социокультурные нормы традиции семьи да и так далее поэтому другие различия много различий и плюс это то что сейчас стремительно меняется у нас подростковый возраст меняется вместе с нашим обществом они же входят во взрослую жизнь и отношения подростковые с родителями и с более старшими поколениями меняются вместе с тем как вообще меняется тип культуры ну вот по Маргарет Митт да опыт старших поколений уже не всегда нужен иногда вреден да опыт молодых может быть ориентирован для более старших вот этот переворот Маргарет Митт двадцатых годах двадцатого века писала об этом да вот просто еще как бы было очень далеко на самом деле в тех масштабах как сейчас она уже говорила что есть такие культуры да 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 я по-моему читала ее она говорила о том что детей не должны воспитывать бабушки и дедушки потому что они носители уже ушедшей культуры ну вот с этой точки зрения видимо она говорила что есть разные типы культур есть типы культур где это нормально и хорошо это кризисное время время оно и для родителей тоже кризисное каждый кризисный период для родителей своего рода испытание на настоящую такую любовь на принятие на уважение ну и в этом смысле понимаете то что это кризис для родителей давайте подчеркнем здесь кроме трудностей испытаний другую сторону это развитие их личности конечно это их собственное развитие которое вот все любят развиваться но все хотят делать это как-то легко вот моменты когда кризис это самые такие скачки развития они трудны но это вот это твой следующий шаг в твоей жизни как родители да как-то мы с вами начали про кризисные возрасты детей а пришли к тому что родителям тоже надо беречь себя находить возможность сохранять себя в том числе и для ребенка тоже развивать себя и о том что собственно говоря кризисные возрасты детей это кризисные это развитие родителей это развитие родителей да и опять таки возвращаясь к мысли о том что признание рядом с собой полноценного человечка маленького никаким образом не помешает вырастить ему рядом с вами осознанным красивым мудрым счастливым человеком и здорово что мы к этой мысли с вами пришли спасибо вам огромное за беседу было очень интересно я надеюсь что наши зрители нашли достаточно много точек для своего принятия для своего прочтения да и услышания осознания этих тем этих возрастов кризисных и точек роста что мне больше нравится да вот не слово кризис а точка роста и может быть эта передача каким-то образом поменяет их взгляд на собственных детей я была бы по крайней мере при этом очень рада спасибо большое за внимание с вами была передача фокус на человека в студии работала Наталья Жоу всего хорошего до новых встреч 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 до новых встреч